Собрали из того, что было, новые сантехники в квартире Ирины Черепановой, как конструктор с деталями из разных наборов. Если вы посмотрите, бачок другого цвета, а крышка унитаза третьего цвета, и она не подходит. Обратите внимание на крышку. Крышка короче унитаза на 4 сантиметра. Он куплен, как ни кондиции, как ни кондиции собран. Новые батареи и трубы на кухне протекают. Материалы, с которых они сделаны, сжимаются и на стыках образуется щель. Вот видите, они ржавые. То есть, когда идет опрессовка, вот это все начинает капать. Надо вот протирать. Случай не уникальный. Хозяева всех 108 квартир 59-го дома по Пензенской могут похвастаться чудесами новой техники. В доме сделали капитальный ремонт за счет средств фонда капремонта. Поменяли сантехнику в квартирах, отремонтировали систему отопления. Наглядно видно, какие материалы использовала подрядная организация, нанятая делать ремонт. Это классика неправильного применения. Здесь должна быть компенсация. Правильно. То есть, эта труба, она будет оширяться и вот этот узел будет двигаться. То есть, в принципе, в какой-то нейтральной температуре она должна быть вертикальной. Нагрелась, она туда отойдет. Сильно охладилась, сюда отойдет. Сейчас вот, представляете, например, вот ее еще сильнее заморозит, она еще сдвинется еще дальше. Соответственно, просто лопнет вот здесь шов. В стоимость капремонта входили и работы по замене электрооборудования. Поставили патроны для лампочек в 25 ватт. Жители за свои деньги поставили новые. Вот эти новые поставили. Недавно поставили. Уже другие. А те, вон, они на полу валяются. Патроны сгорели. У нас чуть пожара не было в подвале. В ночное время. Подписывать акт приемки выполненных работ жильцы отказываются. Они недовольны не только результатом, но и самим процессом. Подрядная организация начала ремонт зимой, надолго оставив людей без воды и отопления. Подобные случаи зарегистрированы не только в Самаре, но и в других городах России. Ответственность основная должна лежать на заместителе директора по техническим опросам, по производству и так далее. То есть, например, структура выстроена. И следующее – это подрядная организация. То есть, у нее тоже задача не просто, как у нас сказано, срубить деньги. Им надо сделать качественную свою работу, достойную. Хорошо заработать, но сделать ее очень хорошо, чтобы к ним потом опять же приходили. Активисты Общественного народного фронта намерены выяснить, кто контролирует расходование денег, выделенных фондом капитального ремонта, и как жители участвуют в процессе согласования работ. В многоэтажке на Пензенской они помогут провести экспертизу, чтобы жители смогли обратиться в суд. Марина Матвеевична, Сергей Баскин. События. Марина Матвеевична, Сергей Баскин.